В театре одного из губернских городов России выступала молодая талантливая актриса Негина Александра Николаевна, или просто Саша, как звали ее близкие. Молодая девушка, еще неискушенная жизнью, сохранила душевную чистоту и веру в покоряющую силу искусства. На сцене воплощались ее мечты об иной прекрасной жизни, и она забывала о разочарованиях и лишениях, о закулисных интригах и пошлости. Негина жила в тесной скромной квартирке вместе со своей матерью Домной Пантелевной. Домна Пантелевна дома одна. Она высунулась в окно и с кем-то разговаривает. «Зайди, зайди денька через три-четыре, после бенефисту все тебе отдадим». «А? Что? Ох, глухой, не слышит! Бенефист у нас будет, после бенефисту все тебе отдадим!» «Ну, ушел! Что долгу, что долгу! Туда руб, туда два...» «Каков еще сбор будет?» «Те кто ж его знает!» «Вот зимой бенефист брали, всего сорок два с полтиной в очистку-то вышло». «Ах, нет моей Саши счастья!» «Содержит себе очень аккуратно!» «Вот и нет того расположения промеждо публики, ни подарков каких особенных, ничего такого, как некоторым прочим, ежели которые...» «Вот хоть бы князь! Ну, что ему стоит?» «Или вот Иван Семенович Великатов, ведь у него, говорят, сахарные заводы, ни один миллион стоят!» «Вот прислал бы головки две, нам бы надолго хватило!» «А то и сидят в полуше, зарывшись в деньгах, а нет того, чтоб бедной девушке помочь!» «Кажется, совсем недавно состоялся первый дебют Негины, а теперь она была достаточно известна!» «Ее заметили и влиятельные лица губернии, так называемые меценаты, покровители искусств!» «Эти поклонники женских талантов по-своему оценили достоинства молодой и красивой актрисы и наперебой стремились завоевать ее благосклонность!» «И лишь один человек по-настоящему ценил дарование актрисы!» «То был старый помощник режиссера Мартын Прокофьевич Нарок, нежно, всем сердцем любивший талантливую девушку!» «Он часто посещал квартирку Негинах!» «Стой-ка!» «А, Прокофьевич, здравствуй!» «Здравствуй, Прокофьевна!» «Да я не Прокофьевна, я Пантелеон, что ты?» «И я не Прокофьевич, я Мартын Прокофьевич!» «Ах, извините, господин аркист!» «А уж, коли хотите быть со мной на «ты», зовите просто Мартыном, все-таки приличнее!» «А что такое Прокофьевич?» «Вульгарно, мадам, очень вульгарно!» «Люйца, батюшка, мы с тобой маленькие!» «Что ж нам эти куплименты разводить?» «Маленькие?» «Хе-хе-хе-хе-хе!» «Я не маленький человек, извините!» «Так неужели большой?» «Большой!» «Так теперь и будем знать!» «Я могу сказать тебе как лир!» «Каждый вершок меня, парень!» «Так человек образованный!» «Учился в высшем учебном заведении!» «А был богат!» «А и так!» «Я-то!» «Да уж ли!» «Ну что же меня, божиться, что ли, тебе?» «Ну нет, зачем мне божиться?» «Я и так поверю!» «А чего ж ты шуфлёром служишь?» «Я не шуфлёр и не сифлёр, мадам!» «И не сифлёр даже!» «Я помощник режиссёра!» «Здешний-то театр был мой!» «Той!» «Скажите нами!» «Я его пять лет держал!» «А Гаврюшка-то был у меня писарем!» «Роли переписывал!» «Роли, Петрович!» «А паренёр ты здешний?» «Он самый!» «Ух ты, Олька!» «Да что ж тебе в этом тетрашном деле?» «Бог счастья не дал, что ли?» «Счастья! Счастья!» «Да я...» «Я не знал, куда девать счастье!» «Вот сколько его у меня было!» «Так отчего ж ты в упадок-то пришёл?» «Пил должен был!» «Куды ж твои деньги-то девались?» «Никогда я не пил! Никогда!» «Я все свои деньги за счастье заплатил!» «Да какое ж такое счастье у тебя было!» «А такое счастье, что я...» «Я делал любимое дело!» «Я люблю театр!» «Люблю искусство!» «Люблю артистов!» «Понимаешь ты?» «Продал я своё имение!» «Денег получил много!» «И стал антрепренёром!» «Снял здешний театр!» «Отделал всё заново!» «Декорации!» «Костюмы!» «Собрал хорошую труппу!» «И зажил, как в раю!» «Есть ли сборы, нет ли сборов!» «Я на это не смотрел!» «Я всем платил большое жалование аккуратно!» «Поблаженствовал я так пять лет!» «Вижу, что день не мает под исход!» «По окончании сезона!» «Рассчитал всех артистов!» «Сделал им обед прощальный!» «Поднёс каждому по-дорогому подарку на память обо мне!» «Ну, а что ж потом-то?» «А потом, что ж потом?» «Гаврюшка снял мой театр!» «А я пошёл в службу к нему!» «Платит она мне теперь небольшое жаловнишко!» «Так, помоги!» «Уплачивает за всё моё обзаведение!» «Вот и всё, милая дама!» «Кем ты только и кормишься?» «Ну, нет, хлеб-то я всегда себе достану!» «Уроки даю!» «В газет корреспонденции пишу, перевору!» «Ослову, Гаврюшке, потому что...» «Потому что от театра отстать не хочется!» «Усту люблю очень!» «И вот я, человек образованный, с тонким вкусом!» «Живу теперь между грубыми людьми, которые на каждом шагу оскорбляют мое артистическое чувство!» «Что это?» «Что это за книги у вас?» «Учитель?» «Какой учитель?» «Ну, студент Петр Игоревич! Чего и знаешь его!» «Знаю! Кинжал в грудь! По самую ругаетку!» «Ой, да что ж так больно строго!» «Без сожалений!» «Ну, погоди, колоть! Он жених Сашин!» «Жених?» «Там еще видно будет, что Бог даст, а все-таки женихом зовем!» «Познакомилась Саша где-то с ним! Стал к нам ходить! Ну, как же его назвать?» «Ты говоришь, что, мол, жених!» «А то, что соседи-то заговорят!» «Да!» «И отдам, коли место хорошее получит!» «Где ж женихов-то взять?» «Назовем, что не отдать! Парень смирный! Саша его любит!» «Любит? Она его любит?» «Ну, а чего ж его не любить? Ну, что в самом деле?» «По театрам трепаться молодой девушке!» «Никакой основательности в жизни получить себе нельзя!» «И это... это ты говоришь?» «Да я говорю и уж! Всегда говорю! Ничего хорошего, а кроме дурного!» «Да ведь твоя дочь талант! Талант! Она же... Она рождена для сцены!» «Для сцены, для сцены! Это что, говоришь?» «Она еще маленькая была, так бывало, из театра ты не вытащишь!» «Стоит за кулисами, вся трясет!» «Муж-то мой, отец-то ее музыкант был, на флейте играл!» «Как бывало, он в театре, и она за ним!» «И прижмется к кулисе, стоит, не дышит!» «Вот видишь! Видишь, ей только на сцене и место!» «Да уж куда! Какое место прекрасное!» «Да ведь у нее же... у нее страсть!» «Пойми ты, пойми ты, страсть!» «За-замаш ты говоришь!» «Ну, хаша бы и страсть, да ничего хорошего, кроме дурного!» «Это вот вам, бездомовым, да беспутным!» «Хм, невеста!» «Кинжал в грудь, а самую рукоятку!» «Да ну тебе с твоими кинжалами, то у вас ведь путного на сцене ничего нет!» «А я держу свою дочь на замужней линии!» «Хм, со всех сторон это к ней лезут, да подлипают, разные глупости уши шепчут!» «А, князь Дулепов тоже повадился на старости лет ухаживать вздумал!» «Как думаешь, хорошо это?» «Князь Дулепов лежал в грудь, рукоятку!» «Ох уж много ты очень народу переколол!» «Много!» «Ай, и все живы!» «Все живы! И даже все в добром здоровье!» «Ну, на, на-ка вот, на, отдай ей!» «Это что ж такое?» «Роль! Я сам, сам переписал для нее!» «Да что же за парад такой?» «На тонкой бумаге связана шелковой ленточкой?» «Ну, душ ты ей отдай!» «Отдай, ну, что тут разговаривать?» «Зачем уже эти нежности при нашей бедности?» «Небось ведь за Ленточку-то последние двух гривен на ее отдал!» «Ну, что ж такое? Ну-ка, не последний! Ну, что же из этого?» «Ручки у нее хорошенькие, а душа еще лучше!» «Нельзя же ей грязную тетрадь подарить!» «Ах, да к чему? К чему это?» «Ну, что ты все удивляешься! Ну, все это очень просто, естественно!» «Так и должно быть, потому что... потому что я в нее влюблен!» «Ох, батюшки, час от часу не легче!» «Да ведь ты старик, и ты старый шелтый!» «Как уж ты еще любви захотел!» «Да ведь... ведь она... она хороша!» «Говори, говори, она хороша!» «Ну, хороша! А тебе что?» «Ну, кто же хорошего не любит?» «Ведь и ты тоже! Тоже ведь хорошие любишь!» «Ты что думаешь, когда человек влюблен, так сейчас же гам и съел?» «Нет! Из тонких парфюмов соткана душа моя!» «А где тебе это понять?» «Ай, ты чудак! Как посмотрю я на тебя!» «Слава Богу, догадалась!» «Ай, сам знаешь, что я чудак!» «Что ж ты меня обругать, что ли, этим словом хотела?» «Кто это подъехал?» «Не как князь!» «И то он!» «Ну, я... я уйду тут... тут... через кухню!» «Адью, мадам!» «Адью, мусью!» «Дома нет, ваше сиятельство!» «Уж извините, в гостиный двор пошла!» «Как угодно ваше сиятельство!» «Да вот, кажется, и она бежит!» «Ох, радость моя!» «Что вы там печали?» «Извините, князь, все с бенефисом хлопочу!» «Это такая мука!» «Вам, моя красавица, еще рано задумываться!» «Вам нужно веселее быть!» «Старайтесь развлекать себя как-нибудь, утешать!» «Вот, квартира у вас нехороша!» «Нельзя же молодой актрисе, хорошенькой девушке и в такой избежить!» «Это же неприлично!» «Нехороша квартира?» «Ну так что же, я ведь и сама знаю, что есть квартира лучше этой!» «Вам бы, князь, пожалеть меня!» «Не напоминать мне моей бедности!» «Я ведь сама ее чувствую! Каждый час и каждую минуту!» «Я вас не жалею!» «Да я вас очень жалею!» «Радость моя!» «Ну так вы жалеете про себя!» «Мне нет никакой пользы от ваших сожалений!» «А слышать их неприятно!» «Вы находите, что моя квартира нехороша!» «А я нахожу, что она мне удобная!» «И мне другой квартиры не нужна!» «Вам, может быть, неприятно бывать в этой квартире?» «Так ведь никто вас не принуждает!» «Да не горячитесь! Не горячитесь, моя прелесть!» «Вы вот не дослушаете до конца и сердитесь на человека, который предан вам всей душой!» «Так же нельзя!» «Извольте говорить, я слушаю!» «Я человек деликатный! Я никогда никого не оскорбляю!» «Я же известен своей деликатности!» «Мне никогда в голову не пришло бы осуждать вашу квартиру, если бы я не имел в виду...» «Чего, князь?» «Предложить вам другую!» «Угудчи гораздо!» «За ту же цену?» «Какой вам девы до цены?» «Я что-то не понимаю, князь!» «Вот видите ли, мое блаженство!» «Я человек очень добрый, нежный!» «Ну, это тоже всем известно!» «Я, несмотря на свои лета, до сих пор сохранил всю свежесть чувства!» «Теперь могу увлекаться, как юноша!» «Я очень рада!» «Только какое же это имеет отношение к моей квартире?» «Очень просто!» «Неужели вы ничего не замечаете?» «Я же люблю вас!» «Лилить вас!» «Бавовать!» «Это было бы для меня блаженство!» «У меня очень много нежности в душе!» «И мне просто нужно воскать кого-нибудь!» «Я без этого не могу!» «Ну, подойдите же!» «Подойдите же ко мне, мой птенчик!» «Вы с ума сошли?» «Грубо, мой друг, грубо!» «Да чего вы вздумали?» «Помилуйте!» «Я вам никакого повода не подавала!» «Как вы осмелились выговорить!» «Потише, потише, мой дружочек!» «Что же это такое?» «Приехать в чужой дом и вдруг ни с того ни с сего затеять грубый обидный разговор!» «Потише, потише, пожалуйста!» «Вы же очень молоды, чтобы так рассуждать!» «Вот это мило!» «Вы еще молоды!» «А что значит, молодых можно обижать и они должны молчать?» «Дева самая обыкновенная!» «Вы не знаете ни жизни, ни порядочного общества и осмеливаетесь оскорблять почтенного человека!» «Да что вы в самом деле?» «Ах, боже мой!» «Нет, это высший сил!» «На все есть приличная форма, судары!» «Не нравится вам мое предложение, так вы все-таки прежде всего должны были бы меня поблагодарить!» «Или высказать ваше нежелание учтиво, но, наконец, на шутку смести!» «Ах, оставьте меня!» «Оставьте меня!» «Не нужно мне ваше здравоучение!» «Я сама знаю, что хорошо и что дурно!» «Ах, боже мой!» «Я просто не желаю вас слышать это!» «Ссссс! Что вы кричите?» «А чего же мне не кричать?» «Я у себя дома, мне совершенно некого бояться!» «Ах, и прекрасно!» «Только вы помните, радость моя, что я обид не забываю!» «Ну, хорошо! Хорошо, буду помнить!» «Извините, пожалуйста! Я думал, вы девица благовоспитная!» «Я никак представить себе не мог, что вы из-за всякой маутисти расплачете, как кухарка!» «Ну, хорошо! Я кухарка! Только я желаю быть честным!» «Ах, и поздравляю вас! Только вы помните, что честность одной мава!» «А нужно быть поумнее и поосторожнее, чтобы потом не плакать!» «Билеты мне не присылайте! Я не поеду на ваш бенефис! Мне некий!» «Что такое? Что тут у вас? Князь ушел? Уж не рассердился он?» «Да пускай его сердится!» «Что ты? Опомнись! Перед бенефисом тут его мелицей!» «Да ведь невозможно! Что он говорил, если бы вы слышали?» «Да пускай и говорит, от его слов тебя не убудет!» «Да ведь вы не знаете, что он говорил! Ну, что же, правда, вмешивайтесь не в свое дело?» «Очень я знаю! Очень прекрасно все это знаю! Что мужчины говорят!» «И можно это слушать равнодушно?» «А что же такое? Городи сколько хочешь! Пусть его мерят в свое удовольствие! А ты знай да посмеивайся!» «Не учите! Оставьте, маменька! Я сама знаю, как себя вести!» «Уж и видно, что знаешь! Перед самым бенефисом побронилась ты с таким человеком!» «Маменька! Да разве вы не вещи расстроена? Я дрожу вся, а вы ко мне пристаете!» «Нет, ты погоди! Ты выслушай от матери резонт! Как же это перед бенефистом брониться?» «Ежели которые люди тебе нужны! Не могла ты подождать-то! Ну, после бенефиста бронись сколько хочешь!» «Я тебе и слова не скажу! Потому нельзя и им тоже волю давать! Ограничить следует!» «Ах, ты, мол, пугало огородное!» «Маменька, да довольна уж! Он, кажется, кто-то подъехал! Ну, идите, маменька! Кому интересны наши с вами умные разговоры, слушай!» «Так вот, не уйду же! Ишь ты! Сама разобидеть мать как нельзя хуже! Да разные претензии представляет!» «Умные разговоры! Не глупей тебе студентом твоим слохматым!» «Великатов! В первый раз к нам! А у нас тут с вами маленькая...» «Не беспокойтесь, сударыня! Не беспокойтесь, мама Зеленегина! Знаменитая я актриса! Обращение не хуже вашего понимания! Только я тебе это припомню!» «Смельская с ним?» «Да! Вот! Люди же умеют!» «Какие лошади! Какие лошади!» «Смельская-то катается, а мы пешочком ходим!» «Смельской приехал Иван Семенович Великатов, красивый статный мужчина! За ним утвердилась репутация человека делового и вместе с тем обходительного и учтивого! В манере держать себя в нем чувствовалось воспитание и уверенность человека, знающего себе цену! Смельская разобета и очень оживлена! Она не вошла, а впорхнула в комнату!» «Пожалуйте, пожалуйте, Нина Васильевна!» «Здравствуйте, Донна Пантелеевна, здравствуйте! Гости к вам привезла Иван Семеновича Великатова!» «Ах, очень приятно познакомиться! Я давно вас знаю, в театре часто видала, а познакомиться не приводилась!» «Здравствуй, Саша! Я к тебе собиралась, уж и шляпу надела, а Иван Семенович заехал, ну и увязался со мной! Ты на меня не сердишься! Она ведь у нас затворница!» «Ну что-то я очень рада! Вам бы давно догадаться, Иван Семенович!» «Не смело, Александр Николаевна! Я человек робкой!» «Да уж, робкой, похоже!» «Скажите, лучше гордый!» «Вот это уж от ты напрасно! Иван Семенович человек обходительный со всеми! Я сама это видала! Гордости этой в них совсем нет!» «Совсем нет, Домна Пантелеонна!» «Я люблю правду говорить!» «Я тоже Домна Пантелеонна!» «Садитесь, Иван Семенович!» «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сделайте одолжение! У вас, вероятно, какие-нибудь дела есть! Вы на нас не обращайте внимания! Я с Домной Пантелеонной побеседую!» «Вот что, Нина!» «Неужели?» «Да, не знаю, что и делать!» «Да ты брюх!» «Да что вы в самом деле шепчетесь! Нишь ты это учтила!» «Не мешайте им, Домна Пантелеонна! У всякого свои дела!» «Какие дела! Все пустяки! Ведь я знаю, про что говорят! О тряпках! Ох, какие у них дела-то!» «Для нас с вами тряпки, конечно, пустяки, а для них это важное дело!» «Ах, латишка не до бенефиста! И денег-то!» «А, вот видите, видите, а вы говорите, что пустяки!» «В комнату вошел молодой человек в потертом сюрточке и с толстой связкой книг в руках!» «Саша первая заметила и пошла ему навстречу!» «Позвольте вас познакомить! Петр Егорыч Мелозов! Иван Семенович Меликатов!» «А вы знаете ли, Иван Семенович, ведь Петр Егорыч студент! Он жених Сашин!» «Очень приятно с вами познакомиться!» «Ведь это фраза! Ну, познакомились, так и будем знакомы! Вот и все!» «Совершенно справедливо! Очень много говорится пустых фраз! Я с вами согласен!» «Но вот то, что я сказал, извините, это не фраза!» «Мне приятно, что артистки выходят замуж за порядочных людей!» «Да! Калитак благодарю вас!» «Ну, едемте, Иван Семенович, едем!» «К вашим услугам! Честь имею, кланясь!» «Какие у вас лошади! Вот бы прокатиться когда-нибудь!» «Когда вам угодно! Вы прикажите только!» «Донна Пантелеевна, мое почтение! Ох, как вы на мою тетеньку похожи!» «Да уж ли!» «Удивительно, удивительно! Такое сходство! Я чуть не назвал вас тетенькой!» «Да зовите! Зачем же дело стало?» «Ну, едемте, Иван Семенович! Прощай, Саша! Прощай, Иван Семенович!» «До свидания, тетенька!» «Эх, прокурат! А ты говоришь, он гордый! Ничего не гордый! Уж на что еще обходительнее!» «До свидания, тетенька!» «До свидания, тетенька!» «До свидания, тетенька!»